Добрый день, дорогие друзья! В студии «Московской правды» заведующий актера звукорежиссуры ДИКО Московского государственного института культуры Алексей Чудинов. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! И в джаз, в «Москворечье». Потихонечку это переросло в такие вещи, что есть какие-то неизведанные, непонятные вещи, вот как, в частности, джаз и фламенко. Новые слова. Я сейчас, да, поясню, что это были 80-е годы, да, то есть сейчас-то это не является никаким секретом, ничего. А тогда это было что-то непонятное, потому что другая техника, да, другое музыкальное мышление, значит, другая гармония, всё как-то вот, всё как-то по-другому, не так, как объясняют, а спросить, собственно, не у кого. Да, поэтому какие-то разрозненные, либо что-то посмотреть... Да, вот в действительности... Общие концепции непонятные. Да, да, фламенко, вот оно, ну, я лично увидел в первый раз, так сказать, вот, по-другому, по телевизору. Играли такая румба между двух вот, по-нашему, по-советскому... По-моему, даже не один был, там два гитариста, да? Да, 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 ну, он, в принципе, как бы, у него там и ансамбль, но это был дуэт. Дуэт, я помню, да. Не помню, там была бас-гитара, нет, но бонго был. Бонго, да. Бонго, да. Вот, и, значит, вот это... Как? Как вроде те же лады, те же струны, те же ноты... А совсем по-другому звучит всё. Звучит так, берёшь гитару, не получается. Что-то там, что-то есть, кроме техники, да? То есть нотки получаются вроде бы, да? Отдельные нотки получаются, а музыки нет. Такой, во всяком случае, такой не складывается. Вот это вот был момент, который сподвиг, так сказать, где-то искать, где возможно этому научиться. Ну, и я думаю, тогда единственным местом, ну, во всяком случае, для меня известным, да, единственным местом в Москве была в Москворечье, да. Студия Москворечье. Она, по-моему, и сейчас есть на Каширском шоссе. Да, да. Там вот ДК Москворечье, значит, и там вот эта студия, Козырев там был, в общем. Ну, и в результате этот интерес вылился в то, что я, так сказать, туда пошёл, проучился, закончил и всё-таки хотя бы стал что-то понимать, что оказывается... Азы, да, в этом? Ну, да, у меня в классической музыке немножко как, ну, как говорится, я штутрирую, но без обид, как говорится, дайте ля, дайте ноты. Да, то есть всё должно быть записано, всё по тексту, и вдруг какие-то вещи, которые... Вольности, свобода, которые в Советском Союзе были недозволны, понятно. Да, 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 какие-то... Понимаю. Вот эти вещи, оказывается, импровизация, да, оказывается, она может быть, у неё есть законы и так далее. То есть сейчас это опять, я говорю сейчас, наверное, такие, да, прописные совершенно вещи, но тогда это было немножечко так, ну, как сказать, было к чему стремиться, этого не было. Вот, в общем, таким образом мы... А как найти единомышленников? Каждый хотел, вообще каждый гитарист, вот я, пройдя большую школу вокально-инструментальных жанров, работая и пианистом, и вокалистом, да, гитаристы всегда хотят, чтобы инструмент звучал громче всех, чтобы соло-гитара всегда имела место во всех песнях или музыкальных произведениях, где исполняем мы на сцене. Вот какое-то некое лидерство всегда гитарист берёт на себя. Как вы думаете, почему это от человека зависит или от инструмента всё-таки в большей степени? Ну, я не знаю, вы знаете, есть такая, ну, как бы шутливая штука, что есть музыканты, а есть гитаристы. Вот, я только к этому и хотел бы сказать, а почему так? Да, да. Почему такая притча? А, значит, смотрите, какая ситуация, ну, как мне кажется, да, то есть, наверное, много причин, что вот гитаристы в основном, они были фанатики, ну, я в хорошем смысле, хотя иногда в не очень хорошем. У меня, так сказать, был знаком, он из Минска, я не знаю, как всё это, давно там знакомства потерялись, но человек, он не мог быстро играть вот пальцевой техникой, да, он себе там в операцию сухожилия какие-то, что-то у него, да, что они вроде ему мешают, в общем... Он, может, просто переиграл руку? Можно, нет, ну, сейчас уже, да, неизвестно, что важно вот это, что до такой степени доходит фанатизм, что человек просто вот, ну, как пластическая операция, эти дела. Вы знаете, ну, это и скрипачи тоже, я вам могу сказать, то есть, почему-то струнники, да, вот струнники, я имею в виду, гитаристы и скрипачи, у нас был преподаватель в Московском государственном институте культуры, в Кое, я тоже заканчивал, был такой Генрикс на кафедре гармонии, он преподавал у нас, он бывший скрипач, лауреат международных конкурсов, переиграл руку, играл по 10 часов, ему говорили, не надо, Игорь Петрович сейчас аккуратнее, молодой был парень, всё, загубил, руки переиграл, всё, ничего играть не может. Да, к сожалению... Стал преподавать у нас гармонию, замечательный музыкант. Да, это не минуло многих-многих музыкантов, не все это так вот открыто как бы говорят, да, что вот такая ситуация произошла, но, в принципе, что хорошо, музыка, даже если ты потом ей не занимаешься так прямой, вот я про себя просто говорю, во-первых, есть привычка работать. Это да. Да, то есть... И гитаристы, извините, Алексей, вот я помню, там у меня приятеля много был гитаристом, Андрей Батолин, муж Кать, Семёнов все время. Вот он сидит, у нас был первый коллектив, сделали вместе. Мы разговариваем, он, я говорю, Андрюх, ну, ты вообще слышишь о чём? Да-да-да. Я говорю, Андрей, угомни руку, убери левую, убери левую руку и правую успокой, давай поговорим. Да-да-да, у меня был такой случай. Это иногда бесило, честно. Да, просто это самое, ну, собрались гитаристы, что-то там играем, и, значит, парень как-то играет неудачно, облокотился на спинку и упал вместе со стулом назад, не прерывая игру. То есть он лежал и играл. То есть вот такие вещи, видимо, вот эта вот причина, да, фанатизм. И вторая причина, к сожалению, сейчас она, слава богу, по-моему, тоже ушла, это школа. Понимаете? То есть есть, ну, как бы, поскольку нет информации... Нет школы. Школа, ну, как бы она тогда зарождалась, но вот Иванов-Кармской, прекрасная величина, Иванов-Кармская, да, его дочка Наталья Александровна, значит, всё это... И всё. Всё, да. И очень много было, поскольку фанатики, ну, как подъездные такие, да, дворовые, а ты мне покажи, а ты мне покажи, у одного так рука, у другого так... Совершенно по-разному. Значит, нету, да, нету фундамента. Да, то есть это, во-первых, и, во-вторых, человек вот на гитаре это часто, вот на фортепиано, а пока ты там вот одним пальчиком, да, двумя там в пределах квинты, там, так далее, и так далее, тебя никуда не пустят. Здесь ты два дня как гитару взял, и уже хочешь какую-то, ну, сложнейшую... Ну, хотеть-то не вредно, но получится ли? Вот, скорее всего, не получалось, и поэтому в результате возникали некоторые, ну, так сказать, травмы, как психологические, да, что вот я дурак такой, я не могу, вон он как играет, а я четыре дня мучился. Всего четыре дня мучился, и никак сыграть не могло, что у меня с руками или с головой, что-то непорядок. Да, вот эта ситуация, она просто... Много людей не готовых к этому обучению. Вот, и тоже часто, ну, вообще часто есть, особенно в джазовой музыке, да, да, и в рок-музыке, да, какие-то музыканты-фронтмены, да, они и нот не знают. Да, так Маккартни не знал, нет, и всю жизнь сколько написал песен. Кстати, недавно вот я посмотрел очень фильм про Маккартни, было, 21-го года, не смотрели? Нет, это у него юбилей был, поэтому... Посмотрите, да, 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 очень интересно, он рассказывает просто, как писать песню, но я не буду передать. Да, это надо смотреть, да. Это надо у него. Одна нота, две ноты, а четыре ноты, вот уже и песня. Да, вот уже песня, да. Всё-таки что стало, побудило уходом работы из профессиональных музыкантов в некую иную, хотя это связано с музыкой, профессия, но звукорежиссёр и гитар-музыкант. Хотя, конечно, многие музыканты сами себя записывают, и многие делают профессиональные музыканты в студии, но вот так, чтобы уже сказать всё, спасибо, инструменту положить его. Или один, там, три инструмента положить. Нет, ну не так. Утрируя. Да, 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 слишком драматично расскажете. Вот у меня вообще этой проблемы никакой не возникало. Я никуда не переходил. Я просто, так сказать, жил и, ну, как-то приспосабливался к обстоятельствам, как-то старался делать, что мне нравится, да. Ну, согласитесь, ведь вам в детстве нравилось одно, да, потом в молодости другое. Ну, потихонечку вкусы и пристрастия меняются, да. Потом... Мне как нравился Гаринчи, который играл. Нет. Какие-то... Ну, да, мне кажется, я... Мне нравилась Джина Лаврижида, когда она была молода. Нет, ну, вот как это... Это самое, как в анекдоте, да. Я, знаете, я 40 лет... Ну, старик, говорят, молодому. Ты знаешь, я 40 лет назад был такой же сильный, как и сейчас. Ну, как ты это узнал? Вот видишь, тут камень у дороги стоит. Я его в 20 лет поднять не могу. Сейчас не могу. Это замечательно. В результате получается вот немножко такая вот эта... Так, так всё-таки вы говорите, что вы не оставили. Да, я ничего не оставлял, но как-то... Само по себе. Во-первых, я закончил технический вуз, о чём я не жалею, и прекрасно, когда, собственно, он научил меня, ну, некоторые логики мыслить, мыслить, додумать, доставать информацию и так далее. Но параллельно занимаясь музыкой, потом, значит, закончил музыкальную школу, впоследствии вот эти курсы, потом вот в Институте культуры как раз они были, значит, у меня появился выбор. Да, то есть я занимался двумя профессиями. Ну, выбор за меня сделало, я думаю, что наше государство. Понятно. Спасибо ему, наступили 90-е годы. Это в кавычках спасибо государству. Ну, почему? Без всяких... Если к другому ходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Да, 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 без всяких. Получилось, значит, что музыка, во-первых, ей стало можно зарабатывать, потому что до этого это было нельзя, да? Появились какие-то вот кооперативы там музыкальные, что что-то, нас, конечно, там где-то обманули, там где-то... Ну, скажем так, юмористический период, но в то же время стала возможность контактировать, появилась возможность контактировать с иностранными, с музыкантами, да? Вот эта вот вещь, появилась возможность выезжать за границу, смотреть, как там. Появилась, возможно, хотя бы видеокассеты, там эти появились, что-то можно посмотреть, да, было. То есть вот эта хлынувшая информация, она позволила, в общем-то, ну, так сказать, выбрать уже. И плюс к тому зарплаты, я потом там вот, значит, в конце 80-х, 90-х там в ВУЗе работал, да, в техническом, зарплаты преподавателей, ну, в общем, я не буду говорить. Не надо о них говорить. Я не помню. Это очень большие суммы. Я не помню. На уровне депутатов государства. Я не помню, да, не помню суммы, но, видимо, потому что их разглядеть нельзя было, поэтому и не запомнилось. А вот в результате, и так оно совершенно логично, совершенно логично перешло, даже, ну, правда, никаких... Безболезненно. Да, безболезненно, никаких вот заметных, да, заметных я не делал резких шагов. Потому что вот, когда проснулся утром, всё у меня, значит, было видением, что я должен, нет, ничего, никакого видения, всё, всё совершенно спокойно. И потом, впоследствии, значит, вот этот вот, значит, музыкальная, ну, как, если можно сказать, карьера некоторая, да, вот мы работали с таким, с нашим известнейшим тогда гитаристом Дмитрием Мамонтовым, да, к сожалению, вот он уже... Совершенно объясняю. Да, 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 уже, получается, сколько? 19 лет назад уже, так сказать, он ушёл. Ну, и вот это, кстати, одна из причин перехода, да, то есть такая вот. А так появилось, да, телевидение появилось, концерты появились какие-то, в общем-то, возможности появилась, ну, скажем так, появилась жизнь. Да. Вот так, потому что... Для музыкантов, да. Да, потому что... И для звукорежиссёров. Ну, всё, да, что было связано вот с этим. С музыкой. Не с музыкой даже, а с музыкальным бизнесом, скажем. Да, с музыкальным бизнесом. Я сейчас в хорошем смысле. Хорошем, да, конечно. Да, 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 что стало возможно продвигать, что музыкант всё-таки профессионал, да, хорошо бы он получал деньги. Достаточно. Не только, да, не только вот через филармонию, где в филармонии мы работали, значит. Ну, да, я понимаю, сколько там получили. Да, ну, у меня ставка была даже 14 рублей. О, хорошая ставка. То есть, да. Филармоническая практически. Да, 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 первый артист первой категории, у меня где-то даже бумажечка эта сохранилась. И вот звукорежиссуры, да, всё-таки звукорежиссуры делится на... да, есть музыкальные, которые вы занимаетесь. Да, да. Ну, обычно, вот, как бы, как это сказать, в бытовом плане, да, звукорежиссуры – это музыка, да, вот сразу возникает ассоциация. К сожалению, не всегда она верная. И самое главное, что эта ассоциация возникает у поступающих в ВУЗ и их родителей. У меня ребёнок сидит, от компьютера не отходит, какие-то там звуки из кубиков собирает там, как он будет звукорежиссёром. Фрути Лобс собирает из Лобс. Да, 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 это часто не имеет ничего общего. Даже я говорю про музыкальную звукорежиссуру. Но, с другой стороны, вот звукорежиссура, ну, как у нас, так и за рубежом, да, есть три основных направления звукорежиссура. Ну, музыкальная звукорежиссура, да, которая, собственно, делится, да, на, ну, как сказать, отчасти, да, на студийную, концертную, да, но концертная, она тоже на стыке других, да, вот, смотрите, музыкальная звукорежиссура, потом есть звукорежиссура, ну, если брать, значит, англоязычную, да, терминологию постпродакшн, да, значит, это, у нас это называется звукорежиссура аудиовизуальных искусств. То есть, раньше она называлась звукорежиссура кино и телевидение, ну, понятно, то есть, сейчас, почему аудиовизуальное искусство, это звук под изображение, да, изображение. Да, может быть и шумы, может быть, всё, что угодно. Изображение может быть, там, движущиеся, да, фото и так далее, но компьютерные игры, да, какие-то подкасты, сейчас вот это всё к этому относится. Значит, звук под изображение. И следующая, ещё одна, значит, если брать англоязычную терминологию, life sound. Или живой звук. Живой звук. Живой звук, так, наверное, некрасиво говорить, да, но, в принципе, она звукорежиссура сценических искусств. Да, то есть, звукорежиссура, как бы, под изображение, но не снято изображение, да? Сейчас происходящее. Сейчас, да, то есть. Это театры. Да, это театры. Это выступления симфонических оркестров. Да, 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 это много-много всего сейчас. Это, кстати, не только, это... Выступление в Госдуме. Да, вот как раз вы, как говорят, с языка сняли. Вот это работает, это конференц-системы, это звукоусилительные системы, это в действительности сложнейшее. Сейчас вот это вот как раз life sound, да, вот этот, значит, живой звук, она довольно сильно развивается, ну, немножко быстрее. Ну, потому что интернет, да, и вот эти все тиктоки, всё, что придумывают, да, это всё... Нет, но это аудиовизуально, нет. Нет, имеется в виду, что становится всё больше таких вот, ну, open-air, да, таких на открытом воздухе. Да, да, да. Если раньше театр, ну, театры микрофонные, да, нет. Ну, нет, ну, нет, конечно. Что вы, что вы, что вы. А сейчас даже в большом театре стоит. Конечно. Возник такой жанр, ну, не возник, пришёл к нам из Америки, да, жанр мюзикла. Да. А где звукоусиление, оно обусловлено просто самим, так сказать, вот, самим жанром, да, тут нету другого варианта. Варианта нет. Вот. Есть концертные, сейчас амбифонические системы, да, что такое? Мы берём, ну, так условно, берём концертный зал, ну, не знаю, в деревне, ангар, да, и при помощи амбифонических систем каких-то делаем в нём акустику Большого зала консерватории. Но... Для этого же нужно ещё и оборудование, нужны всяческие... Да. Мы же говорим не только, акустика, это же не только микрофоны. Конечно. И не только динамики. Конечно, конечно. Это ещё звукозащитные... Да, да, да. Это много всего. А вот, говоря об этом, что, наверное, студенты, когда приходят на первый курс, да, у них всех мыслей, вот они, все будут сейчас записывать. Да, да. Потом эта пена спадает, и... Значит, смотрите, ну, большинство... И, нет, Алексей, и... И, вот, я как раз про ей говорю. Значит, большинство звукорежиссёров, вот, не только музыкальных, да, они приходят, я хочу, я пишу музыку, хочу свою музыку, чтобы она звучала хорошо. Да, качественно. И, да, никто этого, кроме меня, сделать не может. Ну, отчасти они правы, да, они свою музыку на эту... После этого люди начинают сталкиваться в процессе обучения с такой, с такой, так сказать, специальностью, да, под специальностью звукорежиссура, да, как звуковой дизайн. И многие, вляпавшись вот в этот дизайн, говорят, ребята, что это за ваша музыка? Какие-то там, я не знаю, там три аккорда, три аккорда, что-то, да. И это же великолепный набор красок, это вот, это набор, так сказать, мыслей, да, это техническое творчество, это художественное творчество, да, это вот эти на стыке, да, вот этих технического и художественного творчества, причём они друг в друга проникают. Это те же самые синтезированные музыкальные звуки, да, то есть вот этот вот момент. Второй момент тоже связанное, шумовое оформление, да. Вот это тоже очень интересная, очень интересная область. И если даже говорить о музыке, да, ну, Штагаузена возьмём, да, такой пример. Где там музыка, где шум, где, да, то есть это уже такой более, более новый, я бы сказал, да, и более, с большей палитрой, да, то есть. Звуковой. Если раньше, да, тембры, ну, тембры симфонического оркестра, всё это прекрасно, всё здорово, да. Сейчас вот электронная музыка тоже, она, так сказать, не вся дыц-дыц, там вот эти, да, дискотеки какие-то. Там много очень интересных вещей. Вот этот вот область звуковой дизайн, что вот у нас, значит, в институте на кафедре там, да, да, у нас специальность называется звукорежиссура культурно-массовых представлений концертных программ, да, вот как раз. Основная. Да, да, да. Это наш живой звук, и у нас был наш известнейший композитор Макс Дунаевский, да. Кто его знает. Ну, понятно, вот мне понравилось, он одну, ну, там он много хороших рассказал, но вот я хочу привести одну, что сейчас можно музыку почти не писать. Сейчас столько шумов, сейчас это, если раньше, допустим, да, открываются, вот я его просто немножко пересказываю, да, открываются двери там замка, да, он заходит там спящую царевну там или что-то такое, то надо было какую-то музыку, надо было тем. Сейчас достаточно просто звук низкочастотный, огромный, всё, и он гораздо больше, так сказать, даёт эмоций, чем музыка. То есть вот этот момент очень интересный. Сейчас что, вот, звуки. Ну, это есть, иногда это идёт, ну, в какую-то, в заумную, извините за слово. Ну, да, бывает. Да, что-то, так сказать, мы вот... Завихреник. Вот это самое, да, 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 что-то, что-то там наделали, это, там, или художник, это не просто я мазюкую кистью, да, а у меня есть, ну, вот, что я вам... Есть идея. Идея. Вот этим искусство отличается от мазни, скажем так. И вот в заключении нашей беседы, всё вот это красиво, всё хорошо, но ведь это адский труд для нашего... Не только для этого. Для нашего черепно-мозгового. Да, здесь, смотрите... Вещества серого, когда... Про звук режиссуру ещё немножко, да. Это же помимо ушей и помимо... Это такая нагрузка. Ну, во-первых, такая есть понятие, как вредность производства. Наверное, вы знаете, да, кто там, химические предприятия и так далее. Я в своё время довольно подробно занимался, ну, так уж пришлось, вот этой ситуацией. Ну, понятно, что здесь есть вредность акустическая, да, громкая. Оказывается, существует такая вот вредность, как эмоциональная вредность. Конечно, а как же? Нет, она существует не в наших головах, она прописана. Да вы что, серьёзно? Да, то есть прописана, я не помню, как, ну, в общем, такой нормативный прям документ, что степень и вредность, там, химическая, радиационная, такая эмоциональная вредность. Вот это вот, это очень трудно не выдерживает потом. А когда вы хотите стать звукорежиссёром, это, как бы сказать, надо подготовиться к тому, что вы всегда будете за кадром. Музыкант, он артист, он вышел, он вот здесь, у него цветы, у него там, я не знаю, поклонницы, да, всё есть. Звукорежиссёр пришёл, ну, всё, успех, он ушёл так же. Сделал качественный звук на концерте, зрителям понравился, как поэт их кумир, собрал вещи, сложил провода, скрутил, вот так вот на локоть. На локоть не надо, на локоть не надо, нет, вы что, первое, что учим — это провода скручивать, на локоть, на шею. Нет, на шею нет, но я помню, на гастроли, чтобы быстро вот так, восьмёрочку, восьмёрочку. А знаете, скрутить, самое быстрое просто их взять и запихнуть, только потом разматывать. Вот, вот. Вот, как раскрутить. А так восьмёрочку нормально. Нет, нет, это тоже будет скрутить. Ну, ладно, это такой, так сказать, момент, да. Вот здесь очень такой, так сказать, тонкий момент, да, готовы ли вы быть при успехе, но, как бы, да, в тени, кому-то это начинается, а что вы всю артисту, я же все вот, да, я ему выключу тогда вообще, пускай знает, что без меня не может, да, ну, это уж такой, так сказать, нехороший случай, но в действительности появляется какая-то, да, а почему он, а почему не я, я тоже работал. Вот сможет ли человек, потом в звукорежиссёре вот должны соединиться вот этот физик и лирик, которые несоединимые, да, вот сможет ли это и в одном человеке, понимаете, потому что часто перекос бывает либо в одну, либо в другую сторону. Я понимаю, то есть вот так русским языком, если переводить, да, вот прихожу я к вам, вы звукорежиссёр, вы говорите, вот, я говорю, нет, мне вот что-то не, вот не верхнее число, вот это мне, вы говорите, ну, вот так должно звучать, да, а исполнитель говорит, нет, вы знаете, я хочу, вот где между хочу и как должно быть правильно, Вот, а вот это не компромисс, а это не компромисс, это называется, ну, для звукорежиссёра, да, потому что исполнитель, он знает, да, скажем так, априори или дирижёр, как это должно звучать. Вот здесь как раз позиция звукорежиссёра, а у него должен быть, скажем так, высокий общекультурный уровень. Он должен, если ему не нравится, он хочет, он должен сказать на языке дирижёра, что, мол, старик, ты не прав, и всё, у тебя фигня. Вот так вот, скажет он дирижёру, и звукорежиссёр будет завтра другой. Если так скажет, конечно, да, поэтому я сказал специально на языке дирижёра, на языке музыканта, тогда музыкант практически все, очень мало музыкантов такие, которые, ну, как сказать, встают в позу. Вот ты какой-то, если звукорежиссёр себя поставит нужным образом, вот, ну, взять я могу такой пример, такой артист Леонид Агутин, кстати, тоже наш институт заканчивал. Правда, не звукорежиссёр. Значит, не звукорежиссёр, а режиссёр он заканчивал. Да, лишь сирклубно-массовое представление, да. Значит, смотрите, человек с начала своей карьеры до настоящего времени пишется в одной студии у одного звукорежиссёра, аранжировщика. Да. Вот, это называется, да, вот... Команда. Это я называю, Алексей, команда, это понимание. Да, да. То есть любое дело, как кино. Да, совершенно верно. Там, не знаю, постройка дома, это бригада, грубо говоря, да, это команда, которая единомышленная. А здесь вот ещё один момент у звукорежиссёра очень такой интересный. Вот, допустим, ну, неважно, исполнитель, дирижёр, там, музыкант, сделай мне, пожалуйста, звук помясистей и посветлее. Вот это, вот я говорю, то есть какая-то списовщина. Вот как, да, если взять обычного человека, ребят, вы это, вы к повару или к кому, да, действительно, а звукорежиссёр, вот который, он взял, что-то там крутанул, сказал, о, вот оно. То, что надо, а он ничего не менял. Ну, вот так часто. Иногда бывает и так, но иногда бывает, я об другом немножко говорю, я говорю о том, что звукорежиссёр должен уметь переводить вот с этого эмоционального языка, быть как бы синхронным переводчиком на язык аппаратуры, на язык аппаратуры. Вот почему он должен быть одновременно и физиком, и лириком. Значит, сказали посветлее, взял и сделал посветлее. Что ты сделал? Это твоё дело, да. Это моё дело, важно, что человек сказал, да, вот оно посветлее. Поэтому, если возникают, сейчас вот в связи с развитием звукорежиссёра, да, возникло уже, да, и она существует, так сказать, интерпретация, да, есть интерпретация музыкального произведения, композиторская, да, есть исполнительская, и есть ещё теперь звукорежиссёрская. Да, потому что иногда вещи, даже симфонический оркестр, некоторые аранжировки сделаны так, что, ну, не могут, допустим, там прозвучать фаготы, потому что вокруг... Наслоение такое, да, вертикаль такая, что... Да, а звукорежиссёр это может сделать. Да, подрезать чуть-чуть, почистотно. То, что иногда нельзя услышать вживую, и дирижёр иногда, о, первый раз услышал, что, оказывается, здесь есть, сколько дирижировал, нечего, никогда. Такие вот ситуации тоже бывают. Вот это трудность вторая, да, общекультурный уровень. Обычно очень сложно это со студентами. Зачем ему режиссуры мастерства актёра, зачем ему история музыки, история театра... Да зачем какие-то истории, какой-то театр Луны какой-то, что-то там не поймёшь, чего. Значит, история музыки, всё это... Зачем мне знать, когда там Бетховен, чего там было? Да, что там написал. Вот, понимаете, это... Результат получается, что... Что если мы не говорим на одном языке с исполнителем, то звукорежиссёр превращается в их глазах, ну, в действительность... Просто в технический персонал. Вот здесь поверни, сделай мне то, сделай мне то. Механические движения. Да, то есть он перестаёт иметь право на собственную концепцию. Вот это очень важный момент. И смогут люди это делать. Да, я вот сейчас про... Так сказать, что нужно для того, чтобы стать звукорежиссёром, а что не говорится прямо так вот в прямую. Потому что понятно, что нужен слух, да, там эти все вот эти вещи. А все они... Все они понятны. Вот такая вот вещь. А потом следующее, что звукорежиссёр у нас должен. Вот это совсем такая, как бы, простая вещь, но очень сложно выполнить, да. У всех звукорежиссёров ненормированный рабочий день. У одного голос, как говорится, у Пушкина, да, уж полночь близится, а голоса всё нет. Вот такие вот есть... А Герман всё никак. Да, да, да. Не поётся. Значит, вот такие вещи. Кому-то удобно так, кому-то удобно сяк, кому-то удобно, если брать на кино, да, или особенно телевидение. Это, скажем так, не столько творческий, сколько уже технический процесс. Я не в плохом смысле, да, говорю. Что такое технический процесс? Что должен быть сделан продукт в определённое время с определённым качеством. Будь любезен, ночь-полночь, там 14 часов, это всё тоже очень сложно. Потом ещё одна совсем такая, ну, можете её вырезать, но немножко грустненькая ноточка. Потому что, когда вот встречаются выпускники, к сожалению, довольно большой процент из них не имеют семьи. При такой занятости, да. Да, такая вот, ну, как бы совершенно жизненно-бытовая вещь, они тоже часто забывают, вот, можете ли вы, да, либо вам не нужна себя, либо, да, да, да. Ну, это как и у артиста, да, кстати, всё вот это, но звукорежиссёр тоже к этому относится, потому что, опять же, вот эти там ночные, да, всякие смены. Нет, никому не объяснишь. Никому не объяснишь. Да, там, тебя ждут, там, к 7 часам, уже договорились, да, говорят, нет. Ну, и то же самое на телевидении, когда, говорят, вот, я, да, работал, ну, мы не записали звук, надо перезаписать, там брак вышел, всё, значит, мы в 11 не садимся ужинать, ты ложись, а я приеду во сколько смогу приехать. Да, вот, на телевидение нельзя опоздать. Вот. Можно просто не прийти. Приходишь на 6 часов позже, только свет ставят. Вот, это, вот, это тоже, ну, как бы, и в театре то же самое, в театре требуются, они вообще даже требуют, как бы, ну, как сказать, просто конкретно словами, что ты должен жить в театре. И это и в переносном, а иногда и в прямом даже смысле. В кино то же самое. Да. На съёмках, вот я бывал, поверьте, там то же самое, первый приходит звукорежиссёру, пока не ставят, пока всё. Вот, это, и потом тебя мелким шрифтом. Где-то, быстро, быстро. Где-то, может быть, да, вот когда, как это, «Братская могила» называется, когда это всё быстро-быстро-быстро идёт, и вот где-то там надо разглядеть таким вот мелким шрифтом твоя фамилия. Ну, наверное, я не все сложности назвал, да, но вот какие сейчас вспомнились, поэтому нужно очень вот здесь подходить к этой профессии очень серьёзно. И сложный выбор, сложный выбор, долго его делать, потому что много людей, ну, скажем так, несколько процентов, да, это много, они просто ошибаются дверью. У них прекрасный слух, у них все данные, так сказать, физические есть, а вот что-то, да, вот эти вот, что я как раз сказал, вот это, это самое трудное, потому что, кажется, вот, часто в звукорежиссуру говорят, вот, дирижёры очень часто идут. Значит, дирижёры хоровики, да, и оркестровы дирижёры, ну, что, я всё слышу, всё, мне, звукорежиссёрам, это, как бы... — А он нет. — А он нет, да. И оказывается, что слушать-то нужно, вот ещё тоже такой момент, да, музыкант, он волей-неволей, хочет-не хочет, он слушает музыку. — Да, в первую очередь. — Да, а звукорежиссёр должен слушать и музыку, и звук. Понимаете, что вот это вот, ну, обычно так вот и говорится, как бы такое испытание, да, что это вот, как музыка, да, допустим, фортепьянную, да, ну, что сыграно, вот здесь хорошо, здесь можно было бы лучше, здесь так. Звукорежиссёр скажет, ну, что-то там педаль скрипит. Вот, что надо, да, да, да. И почему, когда демпферы опускаются, этот низкочастотный звук, он присутствует, его не должно быть. Вот звукорежиссёр, в принципе, должен вот такие вещи слышать, да, иногда это очень трудно, особенно, когда музыка хорошая. — Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу, Алексей. — Да. — Я думаю, что кто-то сделал для себя правильный вывод, прежде чем выбрать эту серьёзную профессию звукорежиссёра. — Вам спасибо, до свидания. — Продолжение следует... — Продолжение следует... Продолжение следует...